Дайджест недвижимости За время действия программы реновации аварийного жилья число вновь выявленных ветких домов значительно увеличилось. Напомню, федеральная программа завершается в сентябре этого года, и пока она выполнена на 70 с небольшим процентов. Расселение аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2012 года, полностью завершили лишь 14 регионов страны. В 18 регионах России, в том числе и в Кировской области, программа выполнена менее чем на 70%. Дайджест недвижимости МЖК «Родина» с 26 апреля находится в стадии ликвидации, сообщает Айкиров.ру. Застройщик возводит многосекционный жилой дом в переулке Березняковском, 34. И, как пояснил порталу один из учредителей компании Александр Бармин, объект будет достраиваться в любом случае. Первые три подъезда дома были сданы с просрочкой примерно в один год. Сейчас идет достройка третьей и четвертой секции, которые находятся на уровне шестого этажа. Первая и вторая секции дома на стадии фундаментов. Квартиры в них появились в продаже, но их возведением будет заниматься не МЖК «Родина», а строительный холдинг «Союз» из Кирова-Чепецка, пояснил Бармин. Напомню, строящийся кирпичный дом по адресу Березняковский, 34, входит в состав ЖК «Северный». Он располагается в районе улицы Луганской. Дайджест недвижимости. В апреле в Кирове подорожали 1-4-комнатные квартиры. Как сообщает информационно-аналитический портал Рэ Киров.ру, квадрат однушек на вторичном рынке прибавил в цене в среднем около 3% – 1200 рублей. Квадратный метр в четырехкомнатных квартирах вырос почти на 6,5%. С 46 700 рублей до 49 700. Средняя стоимость квадрата на вторичном рынке осталась почти на уровне марта – 41 915 рублей. В сегментах двух- и трехкомнатных квартир аналитики зафиксировали незначительное снижение стоимости в пределах 1%. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.